Будем сжать в мае. Ты уже не так молод, как ты думаешь, бро. Хе-хе-хе! Маленькая дедовщина была. Как там твой жим? Будет ли еще подготовка? Наверное, забросил уже все это дело и так далее. Именно в таком духе я получал от вас сообщение в последние месяцы. И нет, друзья, я никуда не делся. Я в деле. Вес, к примеру, все тот же, что и на прошлых соревнованиях. 100 килограммов при росте 182 сантиметра. И вот как раз на прошлой неделе мы вместе с Кириллом Сарычевым отсняли, ну, так уж вышло, нашу первую совместную жимовую тренировку в этом году. И она же стала первой по подготовке на весну этого года. И, кстати, народ, стартовала новая акция от Майпроты. На этот раз скидки на самые разные позиции до 60%. Но главное, мой промокод дает 35% дополнительных скидок на любой из ваших заказов. Что бы вы ни выбрали, спортпит, витамины, одежда, протеиновые сладости или многое другое. Отвечая на частые вопросы, да, у компании платная доставка, но уже многие мои подписчики убедились, что скидки даже на средний, а уж тем более большой заказ в совокупности позволяют значительно сэкономить. И плюс вы на долгое время забываете о необходимости пополнить запасы спортпита, ну, или жизни на важных минералах. Таким образом, вы экономите деньги, свое время и тренируетесь эффективнее. В этом весь смысл. Ссылку на сайт Майпроты и на также мой промокод я оставлю в описании. Ну, а теперь, друзья, в зал и обсудим наши планы на весну. Так, это кубок памяти Константинова. Конец мая, начало июня будем смотреть сейчас что-нибудь. Сегодня ребята приезжали с такого кубка Вятского, можно будет там в июле. Будем жать в мае, середина или конец. Может быть, успеем подготовиться на мемориал Павити Константинову. Или же, если не будут отвлекать, выступим на Европе в Питере. Если все будет хорошо, то следующая наша подготовка уже будет по-взрослому. Если вы понимаете, о чем я. И тут, друзья, я надеюсь, что вы нас правильно поняли. И это ответ на ваши частые вопросы о специфике и, ну, скажем так, натуральности моей подготовки. Опять же, как оно все будет после этой подготовки, я не знаю. Для начала нужно подготовиться и пожать. Но, по крайней мере, мы не обходим эту тему, потому что вопросов очень много. Полтора года уже занимаемся на энтузиазме. Вот. Я бы, если честно, еще бы года полтора на энтузиазме прозанимался. Извини, что перебил. Ключевой вопрос, который люди зададут. Почему ты не до 180, допустим, в жиме, до 200, почему в натуральную не заходишь? Почему вот условно, вот допустим, если мне повезет на следующих соревнованиях, допустим, я пожму 60. Может быть, мне повезет. Почему именно с этого уровня? Ответ на этот вопрос кроется в твоих травмах. У тебя то плечо заболит, то заболит, то все заболит, то колено заболит, то это заболит. Ты уже не так молод, как ты думаешь, бро. То есть, те надежды на хорошую генетику, они остались такими? Нет, мы просто покажем, как твоим сомневающимся, хейтерам, что такое Сэш, что такое Без. Ну и опять же, друзья, если до каких-то манипуляций дело и дойдет, то я вновь обращаю ваше внимание, что это касается следующей подготовки. Конкретно на этом этапе, на этом цикле, на этой подготовке я продолжаю выжимать все, что есть, все ресурсы из своего организма. Ну а там уже посмотрим. Я раньше очень сильно ругал, когда у нас молодежь в зале вот так вот навешивала, чтобы казалось больше. Ругал их, потому что сам так не делал, потому что считал, что нужно, чтобы суть, наоборот, чем компактные штаны. Но, когда я начал тренироваться не в своем зале, моя лень победила меня, мне просто теперь удобнее навешивать так. Раньше мне как раз эта молодежь поляные вешали. Маленькая дедовщина была. По сравнению с прошлыми выпусками, которые мы делали по моей подготовке, мы сможем больше рассказать о составлении программ, чтобы больше людей, хотя бы условно примерно, периодизации нагрузок смогли это применить на себе? Конечно, нет. Мне просто нравится, Андрюха, когда ты вот это вот делаешь, вот это вот, вот это вот, че-то, мы сможем, да, конечно, сможем, ну че, мы жалко, что ли, мы сможем, расскажем. А вот, кстати, друзья, деталь, на которую я бы хотел обратить ваше внимание, часть моей привычной разминки перед жимовой тренировкой. Эти пару движений, так-то их, конечно, гораздо больше, я в свое время посмотрел у одного очень авторитетного западного специалиста. Выпуск с ним я несколько лет назад переводил и публиковал на канале, так вот эти движения отлично прорабатывают мышцы, которые задействуются в жиме и тем самым выступают действенной профилактикой травм. И да, друзья, пару важных моментов. На первом движении локти находятся в одном и том же положении. Они не прижаты, но стабильны. Ну а во втором движении стабильно сохраняется линия от плеча и до локтя. Вы осуществляете подъем гантелей, не меняя прямой угол. Ну и да, конечно, в обоих движениях нет смысла брать большие веса. Здесь движение имеет совершенно другие цели. Мне хватает 3 килограммов в каждой руке, далее уже можно подобрать под себя, как вариант можно работать с резинками, но суть именно в подконтрольном выполнении. Жжение в мышцах на последних повторениях, а их можно делать в районе 12-15, это вполне нормальная история. Кто уже пробовал подобное, друзья, пишите в комментариях свое мнение и варианты, которые практикуете именно вы. Обмен опытом буду только рад. Ну и да, опять только 100 килограммов на штанге. В данном случае на этой тренировке, то есть по сути я жму собственный вес, и для многих это непонятно, потому что многие мои зрители привыкли работать в отказ, но если не на каждой тренировке, то скажем с определенной периодичностью. И как раз таки о периодизации, о распределении нагрузок на протяжении определенного силового цикла или подготовки мы посвятим отдельный выпуск. Немного позже. Уже февраль месяц, и Андрей не мог ко мне доехать 5 недель. Кстати, вот о постановке ног в жиме, это очень частый вопрос, я его получал в том числе в комментариях с моих прошлых соревнований, почему я ставлю ногу именно на носок, а не на полную стопу. Я решил задать этот вопрос Кириллу, чтобы он, скажем так, объяснил свое видение с точки зрения биомеханики жима. Вот эта дуга, о которой я говорю, силовая, мост вот этот вот, у которого энергия с ног передается в руки, она разъезжается. Потому что когда ставят на полную ступню, невозможно сделать такое вот движение, то есть невозможно пропускать. То есть тело должно как ротаться, оно должно быть как вот по членам. Раз сложил, два сложил где спина, плечи где сложил. То есть первое у нас вращение, где таз идет. Раз, грубо говоря, мы делаем букву П, нам дали прямую эту. И мы делаем сначала тут раз, мосту раз и тут раз. Вот, то есть сокращаем амплитуду. И правильно используем вообще биомеханику тела именно для того, чтобы поднять максимально на один раз, на одно движение. Я, может быть, непонятно и симбурно говорю, потому что в голове-то у моих всегда все складно по полочкам. Но не вдаваясь там в суперподробности, сжать с носка легче и проще. Говорят, все. Я сам выступал до 2000... Вот, да долго я выступал на полной ступне. Последнее мое выступление на полной ступне в 2017 году. Вот. И я могу сравнить наглядно, какая колоссальная разница между живым на полную ступню и между живым на носочек. IPF и логика – это вообще две несовместимые вещи. Альтернатива, она и облегчает, и она перерождает пауэрлифтинг. Она делает его более зрелищным, более понятливым, более доходчивым для всех, для массы. Вообще, в федерации, там, IPF, наши, другие – это вообще… это уже не про спорт. Пауэрлифтинг – это одна большая семья. Когда какие-то отдельные члены этой семьи начинают обосабливаться, мы тебя не пустим только в свою семью, потому что ты был в другой семье. Но это, я считаю, полнейший бред. Здесь все собрались ради того, чтобы стать сильнее и показать эту силу. Ну и тогда последний вопрос. А чем объясняется вот, когда атлеты, ряд атлетов показывают действительно выдающиеся жимы на, получается, полной ступне? Взять хотя бы Андрея Сапоженкова, он жмет с полной ступней. То есть, в чем, допустим, его особенность тела? Я тебе, знаешь, что скажу? У Андрея Сапоженкова есть огромный запас, и в плане техничности это не самый технический атлет в плане жима. Насколько я понял, вы сейчас сотрудничаете в плане жима? Да, мне тоже сотрудничают, просто подсказывают. Допустим, допустим. И ты в этом плане не озвучивал свое мнение насчет того, что может быть при любой постановке с тобой был бы другой лиц? Конечно, не может быть, а он был бы другой. Ты озвучил это? Я еще нет. Нет. Потому что он попросил помочь ему в программах. Хорошо, я сказал, он говорил, как ты тренировался? Я вот так вот. Что у тебя было? Ну, там, плечо начинал, наконец, готов. Ну, грубо, болеться. Значит, ты перетренировался, значит, вот так вот. Ну, да. А как ты тренировался? Вот так вот. То есть, ну, я говорю, давай попробуем вот так вот. В принципе, ну, когда уже на таком уровне человек, там, больше это интуитивные тренировки, нежели какая-то... нежели какая-то там супер такая работа на сопла. Ну, но у него я виду запасы, где еще там менять, варьировать, еще волну. Ну, то есть, мораль... Хотя бы только в том плане технических. Мораль в том, что супервеликие даже чемпионы, это не всегда хорошие и техничные атлеты, и тренера. Просто плохо там силушки. Силушки, терпение. Ну, конкретно в этом вопросе мораль в том, что лучше и эффективнее же АССР. Сто процентов. Девятьсот процентов. Ну и в продолжении темы, друзья, напишите, как вы ставите ноги на жиме лежа и почему именно так. Может, вам так удобнее, или вас так научили, или правила федерации требуют постановки именно таким образом. В общем, пишите, обсудим все в комментариях. Ну и напоследок, отжимания. Ранее в тренировочном сплите, возможно, вы помните, их по сути и не было. Я, в принципе, забыл, когда в последний раз отжимался от пола. И сразу же логичный вопрос. Для чего они мне нужны в данном случае? Объем. Нам нужно набирать тренировочный объем. Нам нужно загружаться. Сейчас все по-взрослому. Без поддержки пока, но по-взрослому. Объем до 80%. Грузиться, 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 грузиться. Опять-таки, раньше это были бы, допустим, подъемы на бицепсы, это были бы разгибания в блоке. Что-то такое. И вдруг, внезапно, все равно появляются отжимания. Почему? Ну, я же еще съездил на свою малую родину. Точнее, на одну единственную родину. В город Пугачев. Где я поднял в своей тетради все свои записи. Примерно отсмотрел по уровню подготовленности, на каком я был примерно, где Андрей. И сколько ты так дожал? Посмотрел. Нормально. Килограммов на 100 больше. Нет. Ты полтора года занимаешься, через полтора года я ждал около 200. Среди в этом. Я посмотрел, смотрел, какие упражнения. То же самое для Павла Климова. Тоже оп-оп-оп, все примерно на этот уровень. То есть у Пашки уровень сейчас 285-290. Это 2009 год мой. Вот, это те объемы. Я все это посмотрел, у меня все это есть. У меня этот путь уже есть. Я лишь, с учетом того, что я там всегда на трейборе готовился, чуть добавляю еще объемов, чуть добавляю подсобки, меняю подсобку. Потому что там была какая-то где-то... Ну, то есть я вижу записи на полях. Например, я сделал жим лежу узким сватом, у меня плечи отлетели. Я, естественно, это заменяю, как сегодня, например, на отжимание от пола. На правах рекламы. Уже сейчас отмонтирован ролик с моей поездки. Пугачев. Конечно, у Андрея выйдет ролик позже, он постоянно задерживает. Но ссылочка будет в описании, все равно посмотрите. На тот момент там уже будет пару миллионов подсоборов. Да шучу, ну будет что-то там уже. Ну, посмотрите, пожалуйста, на Христа ради, ребята. Ну и еще один, но очень важный, наверное, самый важный момент, в том числе для меня. Какой вес на штанге мы взяли за ориентир на этой подготовке. 155-160. То есть программа минимум 155, программа максимум 160. Не от этого плясать будем, а к этому. К этому, бля. Но учти, что через месяц ты уже должен будешь работать 115-120. Все эти вопросы, которые вы отправляете мне в сообщении ВКонтакте, в Директ, в Инстаграме, которые оставляете под постами в Инстаграме, и здесь, в комментариях в Ютьюбе, я все эти вопросы вижу. И я помню по предыдущим циклам, что вам очень важно, чтобы я отвечал вопросы составления тренировочной программы, периодизации нагрузок, сочетания различных упражнений, повторений и подходов в них, выбора подсобных упражнений, что мне советует Кирилл и так далее, и так далее. Все это я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы были уверены, в этом цикле будет освещаться, будет разбираться. Если у вас будут оставаться какие-то вопросы или пожелания по темам, которые нужно затронуть, оставляйте их в комментариях, и я думаю, что в следующем выпуске мы сосредоточимся на вопросе периодизации нагрузок, потому что для меня он сейчас действительно будет актуален, потому что от периода, ну, скажем так, как я это называю, ничего не делания, а по факту отдыха, который должен быть у атлета, который, ну, по крайней мере, пока что занимается без какого-то дополнительного заряда, я перехожу к этапу, когда нагрузки постепенно будут увеличиваться и, соответственно, тренировочные объемы наращиваться. Ну, а пока, друзья, делитесь в комментариях, что вы думаете насчет этого видео, насчет моей новой подготовки и насчет новой планки в 155-160 килограммов? Было бы здорово, если больше, но вот я для себя так ориентируюсь, 160, да, наверное, было бы прикольно. Что вы думаете насчет этого? Реальные ли это цифры для меня? Или, может быть, мы мелочимся? Или наоборот? Я не знаю, как-то завышаем мой порог, что на третьей подготовке я не покажу там прибавку в плюс 10, плюс 15 килограммов? Друзья, ваша активность и обратная связь для меня важнее всего. Ну и еще много вопросов насчет того, насколько подробно я буду освещать свою подготовку, раз уж я решил повысить информативность, о чем писал у себя в инстаграм-профиле. Конечно, друзья, хотелось бы сосредоточиться на себе, на своем прогрессе, на своей подготовке и так далее, но я прекрасно понимаю, какой у нас с вами путь позади. Сколько лет мы с вами строили наше такое небольшое комьюнити, да, сообщество. Вы привыкли видеть от меня материалы о различных героях, на различные темы. Естественно, я не могу это забросить и канал будет развиваться в такой, я надеюсь, гармонии. То есть будут материалы на сторонние темы, о различных героях, которые вам интересны, которых вы, возможно, открываете вместе со мной. Ну и, конечно, будут материалы о моей подготовке. Я думаю, что именно такой баланс это наиболее удачное решение. Все мелкие тренировочные моменты, все детали, все, что может быть вам интересно, друзья, вы найдете в моем инстаграм-профиле по ссылке, которая будет где-то здесь. Подписывайтесь и там же вы можете писать мне в директ, в личные сообщения. И все мои подписчики, они как бы подтвердят, что я стараюсь всегда оперативно по возможности отвечать, ничего не скрываю, то есть достаточно легко вступаю в контакт, так что буду рад общения. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Спасибо Кириллу, как всегда, за его знания и поддержку. Спасибо вам, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал по ссылке, которая появилась вот прямо здесь, сейчас. Ну и опять-таки, я надеюсь, что эта подготовка будет информативной и результативной. С вами был Андрей Луценко. Спасибо, что смотрели. Пока.